добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о плодах мы говорили о условиях плодоношения и я более чем уверен что невзирая ни на что господь все-таки находится над всем контролирует абсолютно все именно он тот кто делает нас плодоносными но перед тем как мы с вами станем деревом приносящим добрые плоды я уже говорил об этом нам необходимо пройти вот этот путь трансформации нам нужно внутренние изменения и именно поэтому нам необходимо позволить духу святому что-то сделать с нашим сердцем с нашей природой с нашим характером вообще с нашей сущностью поэтому когда мы с вами говорим о том что мы желаем приносить плоды первую очередь нам необходимо позволить духу святому возделать наш огород наше сердце и чтобы в нашем сердце появились его плоды смотрите галатам 5 22 написано плод же духа любовь мир радость долготерпение вера кротость воздержание может быть я что-то пропустил потому что я не читаю вспоминаю но смотрите плод же духа святого в том и идет перечисление когда многие верующие думают о плодах они говорят именно об этом это наш плод богу мы любим мы долго терпим и так далее так далее но послушайте меня я хочу привести два аргумента они очень важны во-первых обратите внимание написано плод же духа не написано плод наш а плод же духа и недаром апостол павел в этой главе приводит противопоставляя дела плоти то есть наши дела делам плодам духа святого я бы очень хотел чтобы обратили на это внимание я верю в то что здесь речь идет о плодах работы труда духа святого в нашем сердце во вторых очень важно знаете самим себе признаться что ну нет в нас чего-то такого доброго в противном случае сделав какой-то потрясающий поступок хороший мы бы не радовались этому как победе в олимпийском забеге я недавно разговаривал с одним братом который смог через несколько лет простить своего обидчика и он настолько возрадовался этому он сказал это победа если бы это было частью его естества если бы это был его плод богу то он бы не радовался так сильно а приносил в этот плод постоянно но знаете нет в плоти нашей доброго нет в нас вот этого знаете вот постоянства вот этого зерна плодоношения в этих вещах когда мы кого-то любим по-настоящему любим выражая это через прощение через объятия через какие-то другие проявления любви это скорее победа нежели обыденность когда мы проявляем милосердие мы делаем это не каждый день когда мы терпим это тоже знаете воспринимается как подвиг давайте так те плоды о которых говорит павел это не то что принадлежит нам чтобы мы практиковали каждый день нет внутри нас того доброго о чем здесь перечисляется когда это проявляется и лично воспринимаю это как потрясающее действие духа святого когда мне удается услышав слова моего врага которые пронзают сердце причиняя боль улыбнуться в ответ и сказать я прощаю тебя за это я понимаю что ты делаешь это не потому что ты такой злобная потому что в твоем сердце есть определенная боль и я понимаю что это не мои слова это даже не мои мысли потому что мои мысли в голове кричат этот человек плохой он делает зло он клевещет лжет бьет и так далее вытирают от тебя ноги но внутри звучит вот этот тихий голос прости он несчастнее тебя посмотри на его жизнь она в руинах посмотри он злой не потому что он желает всем причинять зло потому что ему больно да безумие и он компенсирует боль внутреннюю тем что причиняет боль другим и ты смотришь и понимаешь что ты смотришь на человека не своим взглядом ничем своими глазами а ты смотришь на его ситуации глазами иисуса и это чудо поэтому когда мы говорим о плодах духа святого мы говорим о том что это плод его работы в нас они наши плоды нашего труда воздержания праведности благочестия и так далее как это предподносит религиозная составляющая тела христова нет мы не трудились над этим напротив мы зачастую делаем те вещи которые противоречат этому но он продолжает работать нас мне знаете это настолько потрясает когда бог невзирая на наше несовершенство на наш ропот на постоянное опускание рук на постоянные какие-то вот сопли которые мы опускаем я с этим не справлюсь у меня это не получится я не могу так любить я не могу простить я не могу понять я бы на его месте уже давно бы хлопнул дверью ушел сказать делай ты что хочешь но каждое утро его милость обновляется и он продолжает работать в твоем сердце моем сердце он продолжает говорить прощай 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 любви дай помоги благослови помолись обними и ты смотришь на его вот эту огромную безграничную любовь ты понимаешь что это невозможно чтобы я был тем кто это проявляет только потому что я такой хорош так друзья галатам 522 это плоды духа святого его труда внутри нас и мы следующих программах поговорим о каждом